Крещенские морозы отменяются. Из года в год январь отличался низкими температурами, но сейчас столбик термометра приближается к нулю. Пик ОРВИ и гриппа ожидался в феврале, но из-за потепления он может сдвинуться на январь. Каковы прогнозы синоптиков и медиков, выясняла Людмила Батюшкина. В Караганде сегодня минус 5, и это уже сказалось на объеме работы, признается участковый врач Кристина Пустовалова. В понедельник она обслужила 42 пациентов, это почти вдвое больше нормы. У Кристины самый отдаленный участок, и в период пика заболеваемости приходится проходить в день десятки километров. Бывает до 20 вызовов на дом. Если, допустим, такая нагрузка, прием с 9 часов, то есть, да, считайте, с 9 часов ты в поликлинике, допустим, прием отвел, и бывает то, что до 9 часов ходишь. Ноги отваливаются, то есть ванночки иногда не помогают теплые, чтобы ноги отошли. Мороз убивает инфекцию, а вот теплая погода, слякоть и сырость – это всегда всплеск у РВИ и гриппа, говорят врачи. В департаменте охраны общественного здоровья пока в целом по области всплеска не отмечают. Пик простуд ждут 1 февраля. Прогнозировать санврачи не берутся, но что в морозы заболеваемость снижается, согласны. Погода влияет, потому что именно с потеплением люди начинают раздеваться, снимать шапки, шарфы, да, и тем самым начинается переохлаждение и снижение иммунитета. Это может быть и связано с подъемом данных вирусных инфекций. И распространением. И распространением. Сейчас почти по всей территории Казахстана тепло. В Шемкенте даже подснежники распустились. Теплеет даже на севере. Виновата в этом крайне редкое для января явление – приход воздушных масс из пустынь Ирана. В этом году крещенские морозы отменяются до конца января. Сохранится неустойчивая погода, когда будет ясное солнышко светить, и будут осадки преимущественно на севере и юге области. В основном температуры будут днем около нуля, а ночью до минус десяти. В Караганде до конца января будет только один морозный день – 21-го, да и то всего лишь до минус восьми. На юге Караганинской области будут даже плюсовые температуры. Таким теплым январь был только в сороковых и шестидесятых годах прошлого века. Кстати, самый морозный январь был в шестьдесят девятом. Нулевая температура 19-го января на крещение, как обещают метеорологи в этом году – это впервые. Нырять в такую погоду сложнее, говорят моржи. В мороз холодная вода переносится легче.